МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. В Центральном районе на улице 50 лет октября произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась 28 декабря утром. Из данных, собранных сотрудниками ДПС, стало известно, что водитель автомобиля Ниссан двигался по улице Крупской при выезде на главную дорогу. Он нарушил правила дорожного движения и не пропустил пассажирский транспорт. На полном ходу Фиат Дуката врезался в пассажирскую сторону иномарки. После удара легковушку отбросила настоящий автомобиль Митсубиши. Участники аварии сообщили о произошедшем в экстренные службы. К месту дорожно-транспортного происшествия была направлена бригада медиков. Врачи осмотрели водителя и пассажира Ниссана. Было принято решение экстренно доставить обоих в лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Оформлением ДТП занимались сотрудники Тольяттинской госавтоинспекции. В Новый год без долгов судебные приставы напоминают, что наличие долгов может испортить отдых. Люди, планирующие поездки на новогодние праздники, но имеющие непогашенные долги, должны позаботиться о беспрепятственном выезде заранее. Стоит отметить, что человек, имеющий задолженности по алиментам ЖКХ и штрафам ГИБДД, может попасть под действие временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. В преддверии наступающих новогодних праздников предлагаем обойти в Новый год без долгов, о которых можно узнать из официальных и общедоступных источников, таких как база данных исполнительных производств и единый портал государственных услуг. Стоит отметить, что отмена постановления об ограничении осуществляется только при полном погашении задолженности с предоставлением квитанции в отделение судебных приставов. Осторожно пиротехников! В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС еще раз напоминают о мерах безопасного использования пиротехнических изделий. Чтобы избежать печальных последствий, связанных с использованием пиротехнических изделий, необходимо строго соблюдать требования техники безопасности и правил пожарной безопасности. Обращаю внимание, что приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах, где продавец обязан ознакомить вас, как покупателя, с инструкцией завода-изготовителя, с правилами запуска и применения пиротехнических изделий, с правилами перевозки и хранения данных пиротехнических изделий, а также о правилах ее использования. Обращаю внимание, что лицам, не достигшим 18-летнего возраста, продажа пиротехнических изделий запрещена. Происшествия, связанные с запуском пиротехники, по статистике, случаются не так уж часто. Чтобы так продолжалось и дальше, необходимо четко знать и выполнять правила безопасного использования пиротехники. Запрещено запускать фейерверки во дворах жилых домов из балконов. Если горячий снаряд залетит в квартиру, праздники могут закончиться пожаром. Запускать салюты нужно на ровной, открытой местности, где нет деревьев, домов, проводов и прочих преград. Не следует запускать фейерверки при сильном ветре, дождей и других осадках. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, стоит незамедлительно сообщить о случившемся в Единую службу 101. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова